МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент уже подписал очередные поправки Конституции, касавшиеся проблемы судопроизводства. Близится голосование по вопросам децентрализации и особому статусу Донбасса. Эти изменения – предмет самых горячих споров парламентских сил. Непарламентские организации обещали чуть ли не вооруженное восстание. Наши журналисты решили узнать, что думают об этой ситуации политологи. Если обновленная Конституция утвердит особый статус для Донбасса, нынешний состав Верховной Рады за нее не проголосует. В этом уверен политический эксперт Кирилл Сазонов. Если сейчас сохраняется тот проект, который есть, 300 голосов не будет однозначно. Никакими усилиями, ни при каком давлении Запада, ни при какой решимости президента этих голосов не будет. Особый статус Донбасс не получит. Потому что все понимают, если это произойдет, то у нас начнется просто парад суверенитетом, и государство развалится. По мнению политолога, такие уступки не помогут по-настоящему вернуть Донбасс. Сазонов советует украинцам запастись терпением. Сценарий в принципе три. Первый, мы соглашаемся на кремлевские условия, проводим там выборы, начинаем переговоры прямые уже с боевиками, делаем вид, что у нас гражданская война, а не оккупация. И тогда все вообще в течение года закончится, и Донецк формально будет украинским. Ну а неофициально, конечно, это будет форпост Мордора. Второй сценарий, конфликт замораживается года на три, пока что-то не изменится в геополитике. И тогда мы возвращаем Донецк на своих условиях. То есть без тотальной амнестии боевикам, без их легализации, как народной милиции, с выборами по украинским правилам, по стандартам АБСЕ. Это второй сценарий. Он года на три, я думаю, рассчитан. И третий сценарий самый пессимистичный, что этот вопрос замораживается лет на десять, как минимум. За 20 лет Конституция Украины пережила шесть волн масштабных правок. Таким образом, руководство страны пыталось решить возникающие политические конфликты или закрепить результаты борьбы за власть. Но остановить войну поправки в Конституции не способны, уверен специалист по региональным конфликтам Дмитрий Левус. Нигде в мире удачных примеров решения именно с помощью каких-то законов или конституций региональных конфликтов или уж тем более межгосударственных конфликтов не было. Есть путь только один. Это чья-то военная победа. Или же не военная победа, а победа путем совмещения различных методов дипломатических, военных, экономических. Также предложенный в Минске компромисс по Донбассу может означать фактический отказ Украины от Крыма, говорит политолог. Вопрос Крыма остается за скобками. И если таким образом произойдет закрепление статуса Донбасса в Конституции Украины, то вопрос Крыма тогда автоматически вообще уходит из порядка дня международного. Россия, по мнению Дмитрия Левуса, не намерена прекращать конфликт и проводить выборы на оккупированных территориях. Так что Украине придется вести долгую борьбу на ослабление противника, чтобы Кремль сам захотел отказаться от Донбасса. В зоне АТО погиб оперный певец Василий Слепак. Исполнитель с мировым именем служил добровольцем в рядах правого сектора. Он был одним из лучших баритонов мира. 19 лет жил и работал во Франции, был солистом парижской оперы. Когда в Донбассе началась война, певец бросил европейскую карьеру и приехал защищать Украину. Сегодня утром подразделение, где служил певец, отбивало атаку сепаратистов в районе Дебальцева Донецкой области. Василий Слепак был убит пулей снайпера. Воина-добровольца похоронят во Львове. Чо в ней девчина, песню спевает, а козак чует сербеньком рэ. Продолжают обстрелы и меняют флаги. В районе Мариуполя боевики все чаще обстреливают позиции украинской армии. Используют крупнокалиберные орудия, запрещенные Минскими соглашениями. Военные говорят, ситуация обостряется. Участившиеся обстрелы подвергают опасности местных жителей, которые вынуждены убирать урожай. На передовой побывали мои коллеги. Регулярно обстреливают нас, как вчера было, с трех часов где-то примерно, да. И с часами восьми. Савушки, минометы 120-й летят сюда. Ох, что вам еще сказать. Флаги поразвешивали, но отсюда будет не видно, если их снять на камеру российские там уже, ну, висят здесь. Там на столбе, там на посадке, есть вот, в открытую, вот видно, что вообще не прячутся никак. Ну, еще раз повторюсь, что ситуация только на ухудшение. Лучше не становится никак. Военные объясняют, боевики меняют флаги на российские триколоры из-за пополнения в их рядах. Большая часть, а можно сказать, и почти не все офицерский склад российско-террористических группов, это кадровые військовые, в частности, офицеры. Они есть управленской ланкой в армии ДНР. И, ну, своей присутностью уже, так скажем, подкресливают развешивание этих триколоров. Обстрелы на мариупольском направлении почти не прекращаются, говорят бойцы. За минулую добу на напрямку оперативно-дактического группования «Мариуполь» было здействовано 24 обстрела, максимальная количество которых пришлось по Новотроицкой. Там 7 раз противник обстрелял в позиции наших фейсовых. Подчас обстрелов было застосовано и важкое оружие, в частности, гарматы 122 мм, самохины артиллерийской установки, которые вели обстрелы по Лебединскому 2 рази. И один раз по Новотроицкому. Варто зазначити, что по Лебединскому было подчас двух обстрелов выпущено близко 50 мин. Наши военные для прекращения действия противника 13 рази открывали огонь в ответ. Пулемет Дегтярева-Шпагина, выпущен 1939 года, применяется до сих пор в ССУ Украины. Мы применяем его около трех километров. Когда начинают бить артиллерия, ПТУР, СПГ, пытаемся предотвратить этот обстрел. Ну и в основном помогает. Военнослужащие отмечают, все чаще стали замечать на своей территории вражеских разведчиков. Противник прощупывает позиции украинских воинов. Штабе АТО сообщает, за сутки в зоне боевых действий были ранены четыре украинских бойца. Два года без имен. Около двухсот украинских воинов, погибших под Иловайском, похоронены как неизвестные. Их личности до сих пор не установлены. Но украинские волонтеры и военные историки работают над тем, чтобы каждого бойца люди знали поименно. Уже создали книгу памяти павших за единство Украины. В ней почти три тысячи имен. В Национальном военно-историческом музее открыли зал, посвященный событиям АТО. Многие материалы попали в экспозицию благодаря тем, кто ездил на оккупированные территории за телами украинских бойцов. Как удается установить имена погибших воинов, узнавал Владимир Задирака. Этот стенд посвящен бывшему бойцу Ягуара и его оппоненту из правого сектора. В Киеве они были по разные стороны баррикад. Но на Донбассе погибли в одном окопе. Опознать ягуаровца удалось по содержимому телефона. Часто же в руки поисковиков поступает просто искалеченное до неузнаваемости тело украинского бойца. Это может травмировать психику коллег, считает замдиректора Ярослав Тинченко. Но пока что Бог милует. Сначала, конечно, психологически пошуковцы были, ну, они думали, что были до этого не готовы. Потом выяснилось, что повышенная большинство целиком нормально впоралось и продолжает работать. Группа Ярослава Жилкина, эвакуация 200, черный тюльпан, она, в принципе, работает до сегодня и продолжает работать и дальше. С неконтролируемой территорией Донецкой области остатки солдат вывозят украинские волонтеры по договоренности с боевиками. В Луганской области этим занимаются местные общественные объединения. Сейчас осталось узнать имена последних 200 неопознанных украинских бойцов. По части из них есть совпадение ДНК. Но родственники не соглашаются признать смерть. А еще есть те, кто точно известен по именам, но ДНК не подтверждает их личность. Когда много тел привозят, то не исключены помилки какого характера. Ну, берется же это скальпием, и тела могут один с одним лежать, и срезок ДНК, ну, лучше брать из середины тела. А когда много иных загибших, то на скальпием может остаться, например, срезки ДНК, человека, тело, которое предыдущие исследовали. Личности более 20 украинских воинов установить невозможно. Поисковики полагают, что большинство из неопознанных защитников Украины могут быть уроженцами Крыма или оккупированных районов Донбасса. Ярослав Тинченко показывает фотографии татуировок, одежды и нательного крестика одного из таких бойцов. Десь в районе 25-ти роков, очевидь, можливо, до 30-ти з чимось. І в нього він був одягнутий у камуфляж, американський камуфляж мультикам. Звернули на що ми особливого увагу, те, що в нього з лівого боку грудей набито тату. Це тату однозначно зроблено під час його військової служби. Це тату з написом Ю-205 і корабликом. Ю-205 – це корвать Луцький, який був у складі військово-морських сел України. Він зараз захоплений росіянами і залишився у Криму. Ну і кораблик, власне, це є профіль Ю-205. Спеціалісти кажуть, якщо б архів флота не залишився в Криму, то встановити імя погибшого було б проще. Є предположення, що відставний моряк служив в батальйоне Донбаса. Сотрудники Национального военно-исторического музея просять сообщити їм любу известну інформацію о погибшем. Обращаться можна по адресу Грушевського, 30-1. Музей расположен в зданні столичного центрального дому офицеров. Всем миром волонтеры со всей України і з-за границей помогають построити новий дом для многодетной семьи із Краматорска. Уже два года Самуил і Оксана Мамченко вместе з 12 детьми ютяться в крошечном летнім доміки. Стройку вони начали ще два року назад, але продовжити не змогли з-за болезни і війни. Як строиться нове жилье, видели журналисты телеканала ДОТЕБЕ. Строить этот двухэтажный дом семья Мамченко начала ще два года назад. Самуил планировал все сделать сам, но у мужчины случился інсульт. Потом началась война, і стройку пришлось заморозити. Такой человекі мені стыдно за те, що мені помогають. Ну, коли ти нічого не можеш робити, коли ти інсульт, коли ти інвалід, коли ти... Ну, а ми оба, понимаєте? Я б це сам це зробив за 2-3 роки. Ну, це ж надо ще... Кроме того, що кормить семью, заработати на матеріалах, заработати людям за роботу. Тому я дуже благодарен. Діти раді, вони видят, що це їм делається. Конечно, вони раді. Вони знают, що це комуната їм, вони розділят потім все там, хто з кем буде. Конечно, раді. Та я теж дуже рада, тому що у нас дуже тесно було. Ми вже, як би, в останні годи живем, але вже просто сил нету терпеть вот эту тесноту. Построити новий дом семье Мамченко помогає молодежь. Со всей України – це ребята із лагеря «Стройм Україну вместе». Ми допомагаємо людям. Ми відстраємо доми, які пострадали во время войны. Також доми, чьи семьи многодетні или, допустим, не имеють достаточно средств, щоб що-либо зробити. Работають на «Стройці» волонтери із-за границей. Макензі приїхала із США. Грязної роботи девушка не боїться, ловко орудує шпателем. Приїхала в Україну, щоб лично увидеть, як живуть люди рядом з зоною боєвих действий. Я доверяю людям, які тут живуть. Не боюсь, мої родні переживають, але я їм говорю, що тут безопасно. Надеюсь, що і другие це увидят і тож приєдуть помочь. Грег тож із США. В Україні він вперві, але обещає приїхати ще не раз. Я не знав, що тут ждати, але мене понравилось. Якщо сравнивати українців і американців, то в Україні люди більш дружелюдні і сплоченні. Це поразительно. Волонтери і хазів дому работають слажено, переїзда ждуть з нетерпением. В новий дом сем'я заселиться примерно через місяць. І пока це вся інформація. Більше новостей ви найдете на нашому сайті blacksy.tv. А я з вами прощаюсь. Всего доброго!